Как обещал, мы берем отзывы объективные у наших фермеров относительно техники, которая представлена ЮКАГРА, работает в полях уже. И сегодня мы беседуем с представителями двух хозяйств из Киквидзинского района Лугоградской области. У вас в хозяйстве работает опрыскиватель А28 Квернилэн. Сколько уже сезонов работают? Первый. Первый сезон? Да. Как показала себя техника? Что можете сказать? В принципе, хорошо. На реке они не было никак. Ну, сработало отлично. После того, какой был у нас опрыскиватель, это небо и земля. А с чем вы сравниваете? Был у меня польский опрыскиватель. Круковяк? Я, если честно, не помню. Просто мне еще предлагали другие опрыскиватели. Если был у вас выбор купить Квернилэнд или, как сказать, Воронежский. Ой, как же я забыл, как это называется. Ну, наше производство. Мы сделали выборы на Квернилэнде, потому что я на тот посмотрел, сделан не очень хорошо. Поэтому мы, он даже внешний вид получается, вот как топором. А этот все закрыто, аккуратно. А что для вас было определяющим фактором при выборе? Ну, чтобы точность вылива, раствора и захват. Производительность получилась. Получается, хороший. А вот какая ширина захвата? 20. 24 метра. 24 метра? Какую площадь обрабатываете? Ну, примерно за 12 часов где-то в районе 200 гектаров. Как считаете? Заход. Хороший пленейт? Ну, хороший. А качество вылива, как контролируете? Все отлично. А, как контролируем? Да, то есть... У него там все автоматически. Задал ему, и он работает. Наверное. Датчик, да. Датчик расхода воды, давления, и все. Просто на компьютер на выставить. Кабини, механизаторы, и все. Он работает. Ну, то есть в этом сезоне вы уже полностью отработали эти мохозки. Какие-то проблемы технического характера были? Не было. Вообще. Это показательно. И вопрос такой. Это не самый дешевый опрыскиватель все-таки. А почему выбор, собственно, был на качество? Хотелось бы дешевле, конечно. Но... Хотелось бы даже бесплатно. Ну, хорошая техника не может снять дешево. Если дешево, это будет, наверное, ненадежно. А как обслуживание осуществляет дилер? Довольны вы? Ну, там, в принципе, это такая из тех постмашин, которые... Ну, еще пока не обращались, поэтому... Ну, какие-то ТО. А, какое там ТО? Там в принципе все написано. В инструкции будет эксплуатация. Ты все сделаешь, может, механизатор. Не надо специально бригаду вызывать, которая будет обслуживать. Это не самоходный жонок принципов. Поэтому... А вот вы уверены в том, что запчасти на него будут поставлены вовремя? Надеюсь. Надеюсь. Ну, вы как-то анализировали все равно дилера. При выборе техники я часто слышу... Мы его еще купили, потому что в нашем районе как работать надо с 5. И все, в принципе, остались на делать. Спрашивают, довольны. Поэтому мы купили. Ну, то есть, все, кто работают в вашем районе этими опрыскивателями... Ну, какие-то есть у них тоже там. Наработка побольше каких-то. Все ломается. Ну, естественно. Это техника, да. Это железка. В любом случае она должна ломаться. Наверное. Сороки, сороки. Тем более, если поставлена эксплуатация, как бы... Для ремонта, ну, будет. Износ деталей. Тем более, это же пластик где-то все равно где-то... Поэтому ремонт это обычное дело. Какая бы она ни была. Ну, в целом, все ваши соседи довольны, получается. Да. И на основании этого вы сделали в такой... Очень интересный. И вы считаете, что те затраты, которые на покупку именно этой модели, оправданы? Ну, я думаю, да. Потому что расход химии, все это точное, все... Такое. А по результату? Ну, допустим, у вас был хоть старый опрыскиватель, да? У него норма объяснения, получается, какой я задал, такой вносит. А старый там получилось, что он как придется. То есть, получается, экономия еще и на средствах защиты, да? А он сейчас стоит дешево, поэтому... А если к вам придут и спросят, рекомендуете ли вы приобретать именно такой опрыскиватель? Ну, сказал бы, да. Спасибо. А в вашем хозяйстве работает... Какая-то... Кавернил, ян. Кавернил, ян. Кавернил, ян. Да, в районе Снальян. Работает, наверное, ну, ориентировочно 6-й сезон, 5-й, 6-й сезон, и прочее. Ну, 5-й сезон, она торговляет. Ну, то есть, уже, можно сказать, вышел с гарантии, да? Да. Как себя показывает уже спустя такое время? Ну, работает отлично в целом. Какие-то рабочие моменты есть. То есть, что-то выходит из строя, опять же, это... Что выходит из строя? Опять же, это... Что выходит из строя? Выходит из строя, ну, пластиковые детали, в целом. То есть... От агрессивной среды? Да, от времени. Да, все равно, да. От времени. В любом случае, это идет. И, опять же, да, агрессивная среда. Что-то бывает, да, с металлом уже. Ну, учитывая наши поля, все равно, как бы, это работа. Это рабочий момент. Это еще зависит от механизатора и все остальное. Соответственно, да, отношение к технике, какая бы она ни была, это все равно тоже. Ну, обучается все это, объясняется механизатором работы. Тем более, опять же, с данным опрыскателем, ну, и сроки, то есть, укорачиваются сроки обработки, соответственно. То есть, ты ходишь в тот период, когда, допустим, либо ты гербицидами работаешь, то есть, вовремя надо обработать, либо уже инсектицидами. То есть, не дать ни вредителю, ни себя не путать. Какого-то запаса времени, чтобы успеть. А у вас тоже самоход, да? Нет, он не самоход, он прицепной. Да, прицепной. И у вас прицепной? Да, они одинаковые. Ну, они у нас античные. Ну, а как на совсем сырой почве? То есть, в метоне там? Ну, не без этого, естественно. Потому что, сам по себе, он вроде не тяжелый, но плюс вода, плюс рабочее раствор все равно, как бы, ну, есть, конечно. Он даже самоход, да? Тоже вот, если будет все равно, тоже вот так. Ну, в том случае, так, где-то все равно, ну, учитывая все равно профиль колеса, что он проходит. То есть, есть моменты, из которых можно даже, где-то пусть будет влажная почва, все равно пройдет. Ну, да, 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 чуть-чуть. Ну, как бы, не без этих нюансов, я думаю. А курсо-указатели используете в работе? Да, естественно. С курсо-указателем, да, это как вы сказали? Да, все, по навигации идет. А у вас опрыскиватель проработал 6 лет. Сколько, вы думаете, он еще прослежит? Я думаю, что не меньше отработанного сорока. Это как минимум. Меньше 6 лет? Да, потому что, я думаю, ну, работает он, хорошо. То есть, условия у нас не меняются. Применяем мы его по назначению, да, какие-то другие сферы, мы его не определяем. Поэтому, я думаю, на не меньше 6 сезонов, я думаю, это минимум. Ну, а по-хорошему, по-хорошему, может и 10. Хорошо, спасибо большое за ваше мнение.